всем доброго времени суток я начинаю свое очередное видео с вот этой брошки которые уже не раз не раз уже показываю вам но для того чтобы в этот раз просто показать как я восстановила покрытие на оси вот этого пера оно было очень обшарпанное особенно вот эта его часть такая темно-серая была и чем выше тем светлее это было очень заметно и было понятно что она просто ну помимо того что она старая она в неносибельном состоянии сейчас я вполне можно надеть вот в таком виде но я еще пока этого не делал как красиво сияют и и кристаллы я каждый раз любуюсь этим когда вижу эту брошку да вот с этой стороны не покрывалась новой малью потому что в этом не было нужды вот на ось попала только здесь и в общем не очень чтобы нужно было здесь было уж очень темная с этой стороны но я сказала так положим сюда брошку пусть тебе сияет тихонько вы смотрите как она сияет вот только посмотреть у нее какие-то необыкновенно сияющие кристаллы а ведь брошь старая это сороковые годы напоминаю так а теперь я совершенно забыла вот в том видео где был у меня отчет о найденных за 2022 год брошках я совершенно забыла что я нашла вот эту брошь эта компания лес бернард довольно редкое украшение думаю что она конечно же коллекционная напоминаю вот давайте покажу вам ближе что центр этого цветка украшен кристаллами и каждый лепесток способен двигаться закрываться вот так вот видите раскрываться и все лепестки здесь устроены именно таким образом может цветок сложиться вот так и снова раскрыться каждый лепесток украшен кристаллами тоже маркировка и где ты вас бернард и о том что это брошь вот так мне нравится раскрытый цветок поэтому еще и лепестки еще и поворачиваются так вокруг заясье но немного вот совершенно забыла ней потому что она убрана видите такая высокая это брошь высокая и хранить вот в мелких этих лотках не получается у меня есть только единственный лоток который вот делал мне муж деревянный такой большой вот где я попросила его сделать его повыше специального для таких случаев так и сегодня я еще вам покажу так еще одну брошку чудесную я нашла от этой компании от компании лес бернард и даже я ее приобрела посмотрите какая рыбка чудесная декорирована марказитами и цветными кристаллами такой fruit salad вот такая чудесная рыбка а я очень рада была найти встретить эту брошку и купить ее я была очень рада и опять же относительно недорого относительно для редкой брошки это в общем очень даже умеренная цена да если вы заметили здесь есть утраты но мне пока нечего их восстановить вот здесь вот я вижу не хватает кажется одного марказита вот здесь вот тоже один выпал когда очистила брошку не очень хорошо вклеены они там и видимо повыпадывали со временем но брошь чудесный мои любимые марказиты и кристаллы и и брошка такая редкая компания моя любимая ой да я даже не знаю какая мне компания нелюбимая есть ли такие которые я могу так назвать и еще я хочу показать вот эту брошь она в каком-то видео уже очень давно по еще самый первый год была здесь эмалированная брошка почему я ее показываю потому что у одной из наших подруг по увлечению у людмилы барсук такая же точно птичка серебряная брошка недавно купилась вот я тоже показываю что я очень была рада увидеть знакомую брошку так маркировки на ней нет но это птичка конечно же очень винтажная и даже не только потому что она утратила где-то там свою эмаль вот видно даже и по булавке ведь какая застежка и булавка то тоже покоться на игла и но обратная сторона в общем тоже имеет некие уже следы времени вот ну и что мне очень нравится эта птичка я вот в нее тогда сразу влюбилась была она очень очень недорогой и я была очень рада ее купить кстати у меня от лес бернар я вот приготовила и совершенно забыла вот еще вот такая была такое украшение это тендант подвеска для цепочки здесь нет иглы и застежки никогда не было это брошкой и маркировка лес бернар в основном как там не попадаются ожерелье от этой компании я с удовольствием тоже очень рада побываю купить ожерелье от компании лес бернар так раз уж я достала пусть она здесь лежит эта подвесочка так ну и теперь я начну показывать вам брошки которых вы еще не видели но помимо этой рыбки которую вы тоже еще не видели купилась вот такая брошь я думаю что это сороковые пятидесятые годы вот такой мягкий вкусный не знаю крем такая волна прошли маленькая вон посмотрите какая это ее застежка обратная сторона без маркировки зато зажим вот здесь вот такой вот хомутиком может быть это и не сороковые может пятидесятые шестидесятые но я допускаю что и в сороковым такая брошь могла быть сделана мне очень нравится эта форма планочка для такая брошка красиво это люцид это не стекло люцид пластик и сказала так теперь я вам покажу вот такую брошку посмотрите еще одна стрекоза приобрелась правда она с повреждениями вот ее жемчужины красивые очень красивые имеют вот такие потертости плохо хранили брошку а брошь очень красивая и мне знаете почему мне думается что я в общем наверное даже могу надеть такую с потертыми жемчужинами у меня была сначала мысли вы снять жемчужины перекрасить их то есть смыть вот это старое покрытие покрасить их в новое я этого никогда не делала поэтому не пока не буду сама себе такие планы строить надо что-то взять какую-то стеклянную бусину покрасить посмотреть как это получается как это работает и потом уже возможно запланировать такое мероприятие такую реставрацию ну а пока просто красивая брошь я смотрите когда меня смотрю я не вижу никаких этих вот потертостей на жемчужинах хотя они конечно заметны с тех пор как я их заметила вот разглядела я конечно их теперь вижу теперь все время итак это компания монет классная брошь очень рада ей была у них серия броши с жемчугом и кристаллами вот видимо это из той серии брошь не маленькая видите какая большая очень даже солидная так теперь давайте вот покажу вам вот такую брошь я буквально хочется сказать что я хочу даже вам похвастаться поскольку мне это брошь очень нравится я просто вот даже но нет мне здесь все все очень дороги очень нравятся абсолютно все до едины и вот еще одна бесценная которая задела мое сердце стиль модерн я думаю что меня не поправит здесь и это наверное я думаю что может быть и конец пятидесятых шестидесятые годы но судя по тому в каком состоянии здесь металл я предположу что это могут быть шестидесятые или или пятидесятые годы маркировки на брошке нет никакой маркировки я не нашла в общем здорово я очень рада была увидеть этот перламутр здесь я проверила зубами и звучит это убедительно как настоящий перламутр но это не стекло нет перламутр может быть и так положим вот здесь вот птичка веточка так очень интересную брошку покажу в компании моих котов серьезное пополнение целые две брошки прибылом ой три третья в ремонте у нее булавки нет и так вот такой котейка этот кот был в лоте брошку почистила он украшен декорирован вставочками под аметист цитрин и передот очень славный котейка брошка не маленькая очень даже заметная вообще замечательная брошка так и у нее маркировка маркировка как это а не в ту сторону что ли да итак маркировка о том что это стерлинг и расписался автор джей вай вот веселый кот бежит улыбается чеширский значит так и еще я покажу вот эту брошь итак пришлось ненадолго прерваться итак брошь которая мне очень понравилась маркирована очень то есть нет маркировка не то чтобы очень странная но как бы дизайн для этого производителю мне кажется очень необычным а здесь производитель автор этой броши компания маркировка на брошке компания горхам эта компания вообще очень очень старая в америке вот я специально узнала когда они начали работать то есть появилась компания в 1831 году но занимались они их самый главный бизнес это производство столового серебра серебро золото то есть все что касается ложки вилки ножи и всяческая такая вот силверовая которая сопровождает дорогие обеды либо обычные обеды в дорогих домах в богатых семьях также у них была линейка украшений но вот такой дизайн мне кажется очень необычным для них обычный их все что мне попадается оно такое штампованное серебро в стиле арт-нуво как дизайн очень похожий на то как украшены черенки ложек и вилок ну вот видите попалась еще вот такая брошь компания очень долго работала на рынке замечательная и вот так сейчас скажу в начале этого века двадцать первого века они в общем обанкротились и слились с компанией ленокс эта компания выпускает фарфор напомню с тех пор принадлежат то есть являются бренч веткой этой компании ленокс ну что же ну пусть и лишь бы они только были кто-то же будет производить в любом случае все силуровое так знака копирайта здесь нет который был ставился по-моему на поголовном большинстве украшений после середины пятидесятых значит это было сделано несколько раньше с блестящими неделенными глазами кошки с большими глазами мне очень нравится этот дизайн очень необычный несмотря на то что кошки вообще очень такая тема любимая у дизайнеров бижутерии и fine jewelry ну вот вот такой мне понравилось очень я думаю что это тоже наверное модерн но если вы меня поправите с удовольствием приму ваше мнение еще я покажу вам еще одно перышко приобрелось посмотрите я все таки отношу вот такой дизайн называю пером перо ангела в очень хорошем состоянии покрытия и это еще одна моя любимая компания перо кому-то возможно знакомы это перо краун трифари шестидесятые семидесятые наверное в очень хорошем состоянии брошь замечательная брашированная и такое матовое золото как старое золото очень здорово выглядит всегда очень приятно купить брошь от трифари любое украшение от трифари и сейчас я вам покажу еще повстречалась и купилась вот такое ожерелье продавец подписал это как стекло но по-моему это не стекло я надела свои очки специальные с очень сильным увеличением и обнаружила там такие мне кажется что это характерные трещины и поры для коралла и думаю что это коралловые босы и очень неровный цвет так очень мешает да я сейчас попробую поднести поближе и может быть вы увидите увидите что там некая структура внутри бусин если бы они были стеклянными этого ничего бы не было вот пора есть не на всех вы видите вот есть на этой бусинке пора не на всех их в общем буквально только вот несколько штук на нескольких я видела а вот тут есть я правда не очень не каждую бусину аккуратно рассматривала но вот на каждой есть признаки того что это не стекло там некая структура внутри не характерная для стекла ой извиняюсь это первый коралл вообще первое украшение из кораллов в моей коллекции никогда никогда прежде не было ничего не держала в руках даже только видела в продаже и достаточно дорого это жерелье никто не хотел купить кроме меня это был аукцион и может быть потому что было подписано как стекло и ну народ как то и не особенно захотел его замок здесь стоит винтажный и подписан что это серебро 925 ой не с этой стороны а вот с этой стороны даже не перевернула смотрите видно 925 на собачке вот на этой вот на зажиме на фиксаторе о так здесь удлинительная цепочка было бы логично иметь здесь какой-то бейлик но его нет ну вот посмотрите какие боссы купились замечательные боссы как я хотела коралловые боссы у меня когда появилось серое платье в русском стиле ему очень просто вот ну очень нужно было чтобы были коралловые боссы мне очень хотелось ну правда не такие розовые а хотелось бы красные но ладно пусть будут розовые но зато у меня были стеклянные красные боссы вот их я и носила с тем платьем но платье до сих пор живо я его очень люблю и ношу я это только летом поэтому вот этим летом буду фигурять и в новых боссах так ну кажется все что я хотела показать сегодня и в этот раз тоже с нетерпением жду ваши комментарии по поводу любого из этих украшений огромное вам спасибо за ваше внимание всего вам доброго будьте здоровы берегите себя и ваших близких пока пока пока